Добрый день! Игорь Катеревский, автор программы «Бисер плетей» Исма Джей. Сейчас я расскажу об основных размерах программы по созданию звёзд из бисера. Звёзд из бисера – это такой трёхмерный объект, напоминающий новогодние звёзды на ёлках или кемлёвские звёзды, то есть вся она имеет на целую и обратную сторону. Ну и тогда я полагаю, что вы уже знаете, что это такое. Так вот, единственная программа, которая позволяет делать схемы, это вот моя программа «Бисер плетей» и «Можем их хромеется» в состоянии на сегодня, начале 24 года. Итак, как мы создаём такой объект? Идём в команду меню «Файл новый», выбираем общий дизайн геометрического формата плетения, выбираем палитру, встроенную палитру бисера и выбираем звезду. Наиболее существенное – дизайн геометрическое имя, дальше начальный цвет и начальную форму бусин. Дальше из-за чего-то можно поменять. Ну, давайте поменять ещё, начале 12, поменять. Вот, получается звезда. Ставим 6 лучей. 7 и так далее. Максимально 16 лучей. Акригуливаем наиболее постоянные 5 лучей. Потому что с большим числом лучей, чем большим числом лучей, тем более тяжело идёт в листечие звезду. Вот, сделаем мы такую звезду. По умолчанию программа сразу после создания предлагает рисовать звезду в режиме симметричного рисования. То есть, повторение рисунка возможностей на обе стороны, с отражением рисунка на других лучах, с отражением внутри слева направо и сверху вниз. Ну вот, например, что такое отражение на других лучах и слева направо. Вот, рисуем прямую линию одну. Она повторяется отражением слева направо и на всех других лучах. Если поставить ещё повторение внутри участка, вверху вниз будет вот такая штука. То есть, достаточно быстро можно рисовать симметричные рисунки. Второе. Можно легко импортировать на звезду какую-нибудь картинку. Вот, например, таким образом была создана вот эта вот картинка. Звезда. Это на основной картинке женщина в шляпе. Показываю, как это делается сначала. Сначала, например, ничего нет у нас. Делаем звезду. Пиццоса, например. Паритель Пиццоса. Число лучей. Ну, за вашу большую картинку им было непонятно, когда мы импортируем, что такое будет. что-то можно тем больше учить, тем более шляпе. Тем больше. Создаем. Создали. Вот. Идём. Писывать не будем. Будем сразу импортировать. Вот, опция здесь такая. Импортировать картинку. Выбираем файл, имеющийся на диске любой зупер файл. Сдвигаем картинку на нужную часть звезды, поэтому картинку можно сделать больше, меньше, например, вот так вот. Убираем число различных цветов, которые будут использованы. В принципе, чем больше, тем более точно переделется картинка, но тем тяжелее работает потом. И на одну или на обе стороны, ну, можно сначала нависывать на одной стороне, потом подсеркнуть на вторую, так будет позже. Нажимаем импорт. Где мы в определенное время? Картинка готова, чтобы посмотреть, вот можно вот так вот делать. Получилось не очень четко картинка, поскольку нужно больше числа рядов ставить. Ну, давайте ее делаем. Создаем данную схему с числом лучей. Вот у нас было 40, 45 маловато. Оставим 60. Это любое, под которым схема будет заполнена для следующих упражнений. Импортируем. Можно увеличить масштаб отображения, но об этом часть картины теряется. Например, нас интересует лицо в первую очередь. Ну, так уже более хорошо. Можно дальше. увеличим еще. Детали уйдут, а мимо лица, но лицо будет более четко. Если это то, что нам нужно, увеличиваем максимально. Ну, например, решили, что вот это вот хорошо. Окей. Теперь можно дорисовать вот что-то по краям, а можно не дорисовывать, но можно, например, сдалить цветом вот таким вот так вот. Уделяем цвет вот этой бусинке. Легко правой кнопки мыши. Убираем резюм рисования. Даливка. Здесь, например, тот же самый цвет будет и здесь. Вот это лицевая сторона. Эта обратная сторона. Обратную мы пока не трогали. Например, лицевая нас устраивает. Повторяем ее на обратную сторону. Идем в режим семантичного рисования. И кнопочку копирует на другую сторону. Даливка. Своя сторона. Обратная сторона. Закрываем. Отображаем только используемые цвета. При желании можем скорректировать символы обозначения цветов. И выводим эту звезду на печать. Для того, чтобы потом ее собирать. Проще всего это вывести в формат PDF. Здесь много опций, что будем вводить. Например, выводим изображение дизайна картинки. Можно вывести лицевую, обратную сторону или обе. В данном случае не совпадает достаточно лицевой стороной. Указываем размер разрешения картинки. Делаем их на пиксель. Используем все, что по умолчанию. Ну, в принципе, видим, что размер картинки в списках такой. Список исход. И используем цветов с обозначением символов. Используем инфигатор каждого цвета, естественно, можно. Вот. Результат пятиконечный состоит из пяти квадратов. Так как они все различные квадраты. Чистообразно их все вместе. Даже абсолютно необходимы. Изображение каждого квадрата предпосмотрено. Как он будет выглядеть. Ну, и дальше сам квадрат. Вот такой. Ну, выводить трехолонки, например. Окей. Вот квадрат. Сейчас. Изображение самой звезды. Первый квадрат. Да. И тут мы не выберем список используемых цветов. Эту галочку нужно. Чтобы мы понимали, что под бухлевкой B у нас в одной части цвет с кодом 99 в 190. Значит, схема сборки будет непонятна. С кема сборки в данном случае имеет общий предмет и такое название словесное описание. Вот. Картинка. Палитра. Через B мы обозначаем гусину с цветом 99 в 190. И так далее. Все из него можно поменять. Дальше по квадратам. Первый квадрат. Вот такой. Словесное описание. Ну, еще есть такая возможность, как маркировка характерных точек звезды буквами, цифрами. Вот что это такое. Побольше надо посмотреть. Вот. Вершина обозначена буквами. A, B, C, D и так далее. Точки соединения лучей. Цифрами. Центр. Муквой O, обратной O, T. Соответственно, эти же точки есть на изображениях квадратов, которые используются при сборке звезды. И чтобы сопоставить расположение квадрата и его расположение на звезде, можно вывести именование этих точек. Сами маркер размер тоже можно установить. Ну, на первый раз, думаю, этого достаточно.